Посреди зелёного оазиса у китайской башни располагается один из самых очаровательных пивных двориков. Отдыхать можно и более активно. Правда, серфинг на узком участке реки Айсбах небезопасен. Идиллия на озере Кляйн-Хесселойер. Трудно поверить, что в нескольких шагах отсюда находится миллионная метрополия. В октябре к миллиону коренных жителей присоединяется и еще несколько миллионов приезжих. Всех манит Октоберфест. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После двух кружек мотивы йодли напевают даже туристы из Японии. Золотистый напиток обладает исключительным качеством сближать людей, независимо от их происхождения. В 1972 году Мюнхен принимал многочисленные делегации из разных стран по случаю Олимпийских игр. К сожалению, мюнхенский праздник спорта был омрачен. Вследствие террористического акта погибли 11 спортсменов из Израиля. С телебашни видны как на ладони стильный Олимпийский стадион и его суперсовременный наследник – Альянс-Арена. В 17 веке Виттельсбахи построили себе еще одну резиденцию – дворец Нимфенбург. Поводом для постройки стало рождение долгожданного наследника Максимилиана Эммануэля, который обеспечил продолжение династии. Спустя почти 200 лет во дворце появился на свет еще один наследник – Людвиг II по прозвищу Безумный. Его выходки, капризы и экстравагантные поступки стали легендой. Гигантомания и страсть Виттельсбахов к пышности явно передались по наследству, но замок Шляйсхайм создали предшественники династии. Еще один фонтан – очередная феерия форм и красок. Строительство комплекса Шляйсхайм продолжалось несколько столетий и заметно опустошило казну. Летнее утро. Яхты на озере Штарнберг еще окутаны туманом. Это четвертое по величине озеро в Германии. Глубокие водоемы возникли здесь в конце ледникового периода. В 30 километрах от озера высится Цукшпице. В погожие дни видны и другие альпийские вершины. Штарнберг – одно из любимых мест отдыха жителей Мюнхена. Участки на берегу, как и построенные виллы, стоят миллионы евро. Парад роскоши на воде. Легкий ветерок раскачивает прекрасные судна. Покрасовавшись, яхты вступают в борьбу за звание «самый быстрый». Озеро, вытянутое с севера на юг, протянулось на 20 километров. Недалеко от берега ландшафт заметно повышается, в сторону Баварских Альп, части цепи Северных и Звездковых Альп. Между массивами проложены отменные туристические маршруты. За четыре часа добираемся до туристической базы. Время отдохнуть и перекусить. Чудесная панорама с австрийскими Альпами на юге. Последние метры до первой вершины. Главная красота еще впереди. Горная тропа ведет в сторону вершины Херцогштанд. У подножия озера Кохель. Этот участок пути особенно труден. Без хорошей обуви здесь делать нечего. Природа за миллионы лет подняла колоссальное количество морских отложений. Главным действующим лицом этих процессов стала африканская континентальная плита. Сегодня, благодаря ей, территория Европы каждый год поднимается на несколько миллиметров. Два часа и Херцогштанд можно считать взятым. Дорога вниз банальна. До озера Вальхен нас везет фуникулер. Горные ветры привлекают на высокую волну любителей серфинга. Но ветры эти непостоянны, и подходящей волны можно не дождаться. Дует прилично. Массив Цукшпице – это вызов опытным альпинистам. На высоте почти 3000 метров участок его склона подходит и для горнолыжников. Зимой скалы и глыбы льда покрывает толстый слой снега. На горизонте высятся тирольские вершины. Гармиш Портенкирхен расположен у подножия Цукшпице. Зимняя столица Баварии стала знаменитой благодаря Олимпийским играм 1936 года. Город сочетает в себе местные черты с налетом космополитизма. На окраине города зияет огромная 100-метровая пропасть. Узкое темное ущелье было высечено в известняке талой водой. В прежние времена лесорубы сплавляли стволы по ревущему потоку. Некоторые бревна застревали в узких перешейках, и их извлечение было связано с огромным риском. Несчесть сплавщиков, погибших при этой операции. Регион Верденфельсер между Гармиш и Миттенвальдом являет нам свой солнечный облик. Спускающиеся волнами склоны используют подпастбище. На гряде Карвенделл зима задерживается подольше. Суровые условия неблагоприятствуют жизни и ведению сельского хозяйства. Посреди пустоши стоит небольшой замок Эль Мау. С 1916 года в нем располагается шикарный отель. Неподалеку, на фоне идиллического пейзажа, расположено озеро Ферхен. Даже в середине лета купание в его кристально чистых водах – сомнительное удовольствие. Горные ручьи делают озеро ледяным. В альпийский пейзаж органично вписывается городок Миттенвальд. Много веков назад здесь были расквартированы римские гарнизоны. В последующий период в Миттенвальде останавливались купцы, следовавшие нелегким путем через Альпы. Местная ярмарка имеет многовековую историю. Гёте назвал ее книжкой с цветными картинками. Традиция изготовления смычковых инструментов насчитывает в Миттенвальде уже 300 лет. Основоположником традиции стал некий Матиас Клотс, который изучал это ремесло в Падуе. В Миттенвальде он обосновался в 1685 году. Гордые односельчане поставили ему бронзовый памятник. В местном храме у каждого свое место. Об этом свидетельствуют таблички с фамилиями в церкви святых Петра и Павла. Место для госпожи Женевьевы неизменно. Обычай выдружать майское дерево пришел из глубины веков. Каждый уважающий себя округ заботится о том, чтобы 1 мая символ скорой весны стоял на почетном месте. Во время церемонии встречи весны музыки должно быть много. Вдоль широкого русла Изара выстроились в ряд дома обитателей Бат Тольца. Выше на вершине Кальваренберг стоит церковь Креста, куда ежегодно направляются конные процессии в честь святого Леонардо. Продолжение следует...